Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы поговорим сейчас о первой главе послания апостола Павла к Титу. Послание к Титу весьма короткое И в то же время содержит в себе целый ряд очень важных тем Важных для христиан той эпохи, когда оно писалось А это, по всей видимости, начало 60-х годов первого столетия Но важны эти темы и для сегодняшних христиан тоже И кроме того, за посланием к Титу Вообще говоря, можно видеть некоторые темы важные Не обсуждаемые напрямую в послании Но связанные с тем, как мы вообще относимся к текстам К жизни христиан, что мы в связи со всем этим думаем Таким образом, это текст, который важен не только своим месседжем Сообщением, которое в нем дается Но и теми вопросами и размышлениями Которые этот текст неизбежно вызывает сам по себе Как и в случае некоторых других посланий, в частности Пастырских посланий Павла к Тимофею Послание к Титу вызывает некоторые сомнения В том, в самом ли деле оно принадлежит апостолу Павлу С одной стороны, в конце концов, нам, может быть, и было бы Вполне безразлично, принадлежит ли этот текст Именно Савлу из Тарса или какому-то другому человеку Может быть, одному из его учеников и последователей С другой стороны, собственно, возникает неизбежный совершенно вопрос А вообще, почему то, что этот текст находится в составе Священного Писания Это почему? Потому ли, что его написал некто весьма авторитетный К чему опыту и знаниям нам следует прислушаться К духовному опыту я имею в виду Или, может быть, дело в содержании текста Или, может быть, это был текст, который хорошо сохранился Был неплохо известен в большом количестве христианских общин И в каком-то смысле вошел в состав канонических книг Нового Завета Просто так Не потому, что точно знали, что оно написано авторитетным человеком Не потому, что там в нем написаны очевидные необходимые важные вещи А просто потому, что вот есть, существует, сохранился В любом из этих трех случаев Наши отношения к тексту и наши вопросы к тексту Будут существенно меняться И поэтому совсем не задумываться о том Почему данный текст оказался в составе Священного Писания Кто был тем человеком, который записал этот текст на папирусе И что имели в виду христиане, которые из поколения в поколение Хранили и передавали его среди прочих Ну вот, теперь обычно говорят, что стиль этого послания не вполне похож на стиль, скажем, тех текстов Которые, вне всякого сомнения, являются Павловыми Надо сказать, что тут нам остается с вами только доверять филологам Потому что, в отличие от других каких-то случаев Здесь эта разница прямо вот в глаза не бросается Не так она велика И даже, знаете ли, если мы посмотрим на приветствие На первую фразу, растянувшуюся на четыре стиха Такую, что, чтобы понять, и эту фразу необходимо сделать, как в пятом классе Грамматический разбор Иначе ты не поймешь, где там, скажу им, где подлежащий Это вполне Павлова вещь Он тоже иногда и в подлинных вполне письмах Позволяет себе такие вот длинные, бесконечные совершенно фразы Да, повторю, что с филологической точки зрения Мотивация сомнений ученых в авторстве, по-видимому, достаточно серьезная Для нормального же читателя, в общем, это в глаза не бросается Теперь, в любом случае, человек, который пишет эти послания Без сомнения, принадлежит к миру апостола Павла, я бы так сказал И в голове у него, скорее, вполне подлинный Павлов Круг идей, представлений С одной стороны А с другой стороны, конечно, есть серьезные очень вопросы по содержанию Теперь давайте обратимся прямо к тексту первой главы Здесь, конечно, автор, будем для простоты называть его апостолом Павлом Да, так вот здесь Павел начинает пространным таким введением, обращением свое письмо Он обращается к Титу, одному из своих учеников и доверенных сотрудников Тит в это время руководит христианскими общинами на Кипре Впрочем, мы затрудняемся на самом деле увидеть и что такое эти христианские общины Сколь они велики и многочисленные или, наоборот, малочисленные И насколько формальна роль Тита в этих самых христианских общинах Тем не менее, вероятнее всего, это 60-е годы I века Христианские общины на Крите есть И явно больше, чем одна И, судя по тому, что пишет апостол Павел Есть некоторая потребность в том, чтобы снабдить эти общины Хотя бы относительной, хотя бы небольшой самостоятельностью Чтобы они могли существовать без непосредственного и постоянного взаимодействия И с самим Титом, тем более с Павлом, ну и с другими общинами И вот начинает он этот текст обращением к Титу И говорит о том, что вот это Павел, раб Бога А апостол Иисуса Христа обращается к Титу Пишет ему некое письмо В принципе, все традиционно Мы сейчас обычно на конверте пишем адрес правителя В то время было принято это делать в письме Все, в общем, вполне обычно Апостол Иисуса Христа Смотрите-ка, в синодальном переводе Такой странный немножко речевой оборот Апостол же Иисуса Христа По вере избранных Божьих И по знанию истины Ну или в другом переводе Десницкого, например Апостол Иисуса Христа По вере тех, кто избран Богом Кто познал истину Стало быть, автор Говорит о себе Как об апостоле Иисуса Христа Не совсем так, как это делает Павел Потому что Павел обычно говорит Я апостол, потому что меня Иисус призвал Вот там есть 12 Они ходили с Господом Они были его учениками Они были свидетельными воскресения А я апостол, потому что меня призвал непосредственно Иисус Явился мне последнему, как некоему извергу И так далее Это, повторю, обычный для Павла способ Объяснять свое апостольство Здесь же автор говорит о том, что Он является апостолом Иисуса Христа Казалось бы, достаточно Можно было бы и остановиться на этом Нет Он является апостолом Потому что так верят некоторые избранные Божьи Потому что через служение Благодаря служению Павла Эти избранные Богом люди познали истину Познали истину, относящуюся к отношениям с Богом К духовной жизни Вот некоторую истину Значит, он говорит о себе Я апостол Поскольку вы избранные и поверившие в мое свидетельство Верите в то, что я для вас являюсь апостолом Как он и в других местах иногда пишет Для вас апостола, а для других нет То есть, собственно, самый факт своего апостольства И уж тем более некую апостольскую власть Право делать какие-то вещи Павел обосновывает результатом своей деятельности Тем, что вы, познавшие истину, поверившие Богу Благодаря моему апостольству Верите в то, что я апостол Фактически это, конечно, хождение по водам Потому что это, если называть вещи своими именами Такой способ, когда мы отказываемся От обосновывания, от своего права Если бы автора послания спросили Какой властью ты это делаешь? Как спросили его Господа и Учителя однажды Фарисеи Какой властью ты это делаешь? Господь-то фарисеям тогда просто отказался отвечать Как вы помните Вот А здесь, он говорит Ты не скажу какой Никакой властью Тем, что вот люди, которые услышали мое свидетельство Мое проповедь И обратились Вот они верят в то, что я для них апостол Таким образом Настолько привычная Совершенно до банальности Доходящая в наших головах схема Что должна быть некая причина Власть, право и прочее То, что мы все называем Каноническим порядком В нашей церковной жизни Ее нет И претензий на нее нет Отсутствует Павел Павел принципиально не берется здесь За какие бы то ни было Логические обоснования Он говорит Вы верите? Вы же нашли Бога Благодаря моему свидетельству Вот и все Основание для моего апостольства И основание, и оправдание Это первое Что необходимо Заметить в этой длинной первой фразе Дальше апостол говорит о том Что вы благодаря моему апостольству Благодаря моей проповеди Свидетельству, служению Вы обрели некоторое познание истины Пришли к познанию истины К тому, что, как выражается наш синодальный перевод Относится к благочестию К надежде вечной жизни Кто избран Богом Кто познал истину Ведущую к благочестию И, казалось бы, все тоже очень гладко И если быстро читать Без лишней медитативности То эта фраза совершенно прямо Вот В один глаз входит В другой выходит Или в одно ухо входит В другой выходит У читателя Казалось бы, все понятно А на самом деле Все не так тривиально Потому что Что еще такое за истина Ведущая к благочестию И при чем здесь благочестие И о чем разговор Понимаете Когда Господь Иисус говорит об истине Он говорит, это я Я есть путь, истина и жизнь Когда он говорит о познании истины Он говорит своим ученикам Познайте истину Истина сделает вас свободными И это понятие свободы Можно относить к угнетению оккупантов Которые в этот момент окружают Иисуса и его учеников Потому что они живут в оккупированной стране Да, или можно это относить К некоему гнету устной или письменной Торы По-разному Но тем не менее Познайте истину Истина сделает вас свободными А истина это я Говорит Иисус И вот мы вдруг видим Истина, относящаяся к благочестию Друзья При чем здесь благочестие? Кто-то... Истина ведь это не некоторое... Как сказать... Некий правдивый текст Правдивый текст О котором там мы знаем Его выучили Наизусть издали на экзамене И оно там... Этот текст помогает нам Правильно себя вести Знаете, вроде правила дорожного движения Или закона Нет Истина ведь это Иисус Для автора послания к Титу Здесь не так все очевидно Он говорит об истине Как о чем-то, что идет к благочестию Или относится к благочестию Скорее, может быть Можно было бы чуть подправився на дальний перевод Сказать Относит Все, из чего жизнь состоит К благочестию Таким образом Истина здесь скорее Что, чем кто По-другому Автор этого текста Относится к феномену истины Чем, скажем Евангелие И, наконец, дальше еще Заметьте, что Если Евангелие В устами Господа Иисуса Говорит об истине Которая есть жизнь О том, что ты встретился с истиной И в этом для тебя все Жизнь Бог, Царство Небесное Смысл Все, ради чего мы существуем И ради чего, вокруг чего Как-то структурируется наша жизнь То здесь мы видим Знаете ли Слово Совершенно другого порядка Сниженную категорию По сравнению с истиной Евангельской Смыслом и значением Евангельской истины Потому что благочестие Это, в общем, не термин жизни Отношений с Богом Жизни и смерти Потому что на самом деле Ведь вера учеников Иисуса Христа Это всегда разговор о жизни и смерти А здесь это скорее разговор о жизни Благочестивой и неблагочестивой Более того, исследователи нередко И вполне справедливо Указывают, что вот эта самая Эвзебия Благочестие Скорее термин Относящийся к языческой Линистической религиозности Той эпохи Да, да, действительно Благочестие Это, как мы сегодня понимаем Достаточно адекватно Самому термину Это некий свод Принципов, правил, идей Следуя которым Ты можешь Жить Не особо упрекая себя Ну, грубо говоря, без покаяния Полагая, что Ну, ты благочестивый Кто благочестив Боголюбив Все хорошо Приходить на трапезу Да Вроде так Ну, разве истина Которую открывает Иисус Для этого? Для того, чтобы знать Сколькими перстами Креститься Или в какие дни Чего есть Этого ищут язычники Потому что там у язычников Тоже была целая история В какой день По случаю какого праздника Какого там очередного Диониса Чего можно есть Чего нельзя Употреблять напитки И так далее И тому подобное Вот Ну и там В самых разных Тоже житейских отношениях Существовало Некое представление О благочестии Что благочестивый Человек По возможности Не врет По возможности Не ворует По возможности Не Делает еще Каких-то вещей Все то Что достаточно близко К Синайскому Завету Ясное дело При всех Экстравагантностях Языческой жизни Тем не менее Такой нормальный Нормативный образ Порядочного человека У язычников Тоже был И вполне такой Здравый Особенно Каких-нибудь Стойков Ну вот В том-то и дело Что здесь Речь идет Об истине Относящейся К благочестию О том Как вот Некоторым Должным образом Жить На земле На земле И явным Совершенно Образом Автор Чувствует Диссонанс Того Что он говорит Он Поэтому Собственно Говоря Дальше В той же Самой Фразе Он Разворачивается На 180 градусов Говорит Что я Апостол Иисуса Христа То есть Я Свидетельствую Об Иисусе Христе По вере тех Кто Мне поверил Кто Для кого Эта вера Стала Истиной Ведущей К благочестию В надежде Вечной Жизни Которую Обещал Неизменный В слове Бог Прежде Вековых Времен Значит Речь идет О благочестии Которое Что Само По себе Ценно Нет Нет Потому что Не ради Того Чтобы мы Стали Чуть Более Праведными Или чуть Менее Грешными Пришел И умер На кресте Иисус Христос Да Это Некое Благочестие Которое Вот Способ Правильно Жить И поступать Внешне В первую очередь Соблюдать Признаки И нормы Этого Благочестия Ну и внутренние Тоже Конечно Да Чтобы Дальше В надежде Обрести Вечную Жизнь Чтобы Вот эта Надежда Наша Была На Будущую Вечную Жизнь Которую Мы Ожидаем Которую Нам Обещал Неизменный В слове Бог Но Если Иисус Говорит Жизнь Это Я Иисус Говорит Я Путь Истина И жизнь В нем Она Иисус Говорит Сын Словеческий Пришел Чтобы Имели Жизнь И имели С избытком Причем Здесь Вечная Жизнь Вот Он Вообще Говорит О Царстве Бога А не О Вечной Жизни Когда-то Он Говорит О том Что Верующие В меня Не судятся На суд Не приходят Не перешел От смерти В жизнь Иисус Иисус Говорит О вечной Жизни Которая Вот Здесь Сейчас В сердце В бытии Того Человека Который Доверяет Иисусу Автор Послания К Титу Говорит О Истине Которая Ведет К благочестию Которая Ведет Когда-то Потом К вечной Жизни Которую Бог Обещал Только Обещал Иисус Говорит О том Что Бог Эту Жизнь Полноту Жизни Дал Вот В нем В Иисусе Уже Прямо Сейчас А здесь Речь идет О том Что Он еще Обещал Когда-то И Сбудется Или нет Еще На некоторой Степне Вопрос Вот Дальше Говорит Он В свое Время Явил Своё Слово В проповеди Вверенные Мне По повелению Спасителя Нашего Бога Значит Эту Вечную Жизнь Дом Который Построил Джек Апостол По вере Познавших Истину Ведущую К благочестию Ведущую К вечной Жизни Которую Бог Обещал И Которую Он Наконец Открыл Нам И вот Проповедь Об этой Жизни Не саму Жизнь Проповедь Об этой Вечной Жизни Спаситель Наш Бог Поручил И доверил Мне Очень длинная Конструкция Здесь Вместо Полноты Жизни Здесь И сейчас Полноты Жизни В Личных Отношениях С Господом Иисусом Христом Полноты Жизни В том Что Вся Все Твое Существование Строится Вокруг Смерти И воскресения Иисуса Вместо Этого Длинный Длинный Путь В основном Характеризующийся Большей Частью Вполне Внешними Вещами И вот Это Самое Слово Благочестия Очень Оказалось Скользким В практике В жизни В истории Христиан И христианских Общин Самых Разных Вот Что оно Для нас Означает Вдруг Выяснилось Что Вполне Возможно Да Познавать Истину Ведущего К благочестию И дальше Некоторым Благочестивым Образом Жить Вообще Не вступая В личные Отношения С Иисусом И ставя Благочестивое Выше Сущностного Понимаете Ну вот Когда Для христиан Становится Возможным Убивать Друг 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 Из-за Внешних Проявлений Ну Вспомним В нашей С вами Русской Истории Самый Чудовищный И позорный Конечно Конфликт Из-за Перстосложения Старообрядцев И Никониан Ну вот Так Складывать Пальцы Или эдак Это конечно Вопрос Вполне Себе Внешнего Благочестия Сущностно Не важны Абсолютно От слова Совсем Как теперь Говорят Но Какой Остроты Какого Накала Смертельного Пламени Да Достигал Конфликт Вокруг Этого Оказывается Что Вот эти Внешние Вещи Важнее Скажем Заповеди Не убей Что Очевидно Не так Причем Если Знаете ли Поскрестить Благочестивую Историю Любой Христианской Общины Дело Ведь не в нашей Стране Совершенно Не в нашей Церкви Мы в этом Смысле Более чем Не уникальны Вот Какую-нибудь Другую Взять Мы увидим То же самое То же самое Когда Оказывается Что Врать Можно А Там Скажем Прогуливать Какие-нибудь Церемонии Церковные Нельзя Причем Не таинства А именно Церемонии Да Или Там Можно Брать В руки Оружие И Пользоваться Им Налево И направо Нарушая Заповедь Не убей Можно Выкалывать Глаза Своему Конкуренту Как это Делают Византийские Императоры И далеко Не один Да Это можно Ну вот Там Не соблюсти Каких-то Не знаю Внешних Особенностей Поста Нельзя Благочестие Благочестие Очень Скользкая Вещь На Которую Очень Легко Пскользнуться Когда Для тебя Оно Становится Важнее Заповедей Важнее Иисуса Понимаете Мы часто Считаем Грехом Не то Что таковым Является А то Что не Вполне Вписывается В рамки Привычного Благочестия И это Еще одна Тема О которой Здесь Необходимо Думать Но скорее Все же Применительно К текстам Второй Главы А мы Пока еще Все Говорим С вами О первой Главе Причем Об ее Первой Фразе Обратите Внимание И вот Автор Послания Говорит Титу Истинному Моему Сыну По общей вере Благодать И мир От Бога Отца И Христа Иисуса Спасителя Нашего В общем Достаточно Обычная Для Павла Формулировка Дальше Собственно Начинается Разговор О том Ради чего По-видимому Он и Пишет Это Письмо Титу Накрит Дело в том Что Апостол Вероятно Бывший На Крите Очень Недолго В результате Кораблекрушения Тем не менее Некоторым Образом Чувствует Свою Ответственность За Тита Ответственность Тита За эти Самые Крестьянские Общины На Крите Которые Едва ли Возникли В результате Длительной И многотрудной Проповеди Апостола Павла Да Потому что Прибывание Павла На Крите Было Достаточно Кратковременным Но Правда Есть версии У историков Что возможно Павел Потом Еще Побывал На Крите Специально И Там Проповедовал Насаждал Христианские Общины Ну Ладно Хорошо Мы Видим Что В разных Городах В Крите Есть Христианские Общины Знаете Когда Современный Читатель Видит Слова Поставил Чтобы ты Поставил Там В каждом Городе Или По всем Городам Пресвитеров Мы Представляем Себе Что-нибудь Такое Знаете Какую-нибудь Городскую Агломерацию Вроде Москвы И Городов Которые Вокруг Нее Где Живут Несколько Десятков Миллионов Нет Конечно Речь Идет В сущности О Крухотных Поселениях Которые Называются Городами Скорее По формально Административным Причинам Потому что Там Есть Муниципальное Управление И Какие-нибудь Два Дядьки Которые Называются Дуумвирами И Вот Осуществляют Это самое Управление В этом Городе Больше Особо Ничего Городского Там И не Наблюдается И вот Крохотные Поселения Каждая В несколько Десятков Жителей Ну Может быть Несколько Сотен Среди Них Впрочем Есть И Более Крупные Города Даже В Несколько Тысяч Жителей И вот В этих Поселениях Которые Здесь Называются Городами Возникают Небольшие Христианские Общины Тоже Обратите Внимание Что В первые Столетия Община В которой Было Двадцать Человек Считалось Крупной А Общины В которых Было Сто И Больше Человек Можно Было По всему Лицу Земли Пересчитать По пальцам Одной Руки Таким Образом Речь Идет О Очень Небольших Группах Христиан Которые Живут В определенном Месте Верят Господу Иисусу Знают Друг о Друге И Время От Времени Собираются Для Того Чтобы Совершить Таинство И в Харистии И вместе Помолиться Вот Собственно Для Этих Небольших Групп Апостол Павел И рекомендует Титу Поставить Старейшин Поначалу Здесь Видите Он Использует Термин Старейшина Того Кто Будет В этой Общине Ну Вот Определенным Разом Старшим Кто Будет Отвечать За Регулярность Созлыва Собрания За то Чтобы Там Все Происходило Правильно Речь Не Идет О Духовном Пастырстве Понимаете Какая Штука Когда Вообщение Восемь Христиан Все Обратившиеся Примерно В одно И то Время Ну Какое Пастырство Ну Вот Понимаете То Что Мы Сегодня Называем Духовным Руководством Функциями Пресвитеров Вот Вот Все Батюшка Благословите Перейти Дорогу Или Сделать Стрижку Вот Эта Вся Ерунда Вообще Не Об этом Речь Речь Идет О некотором Человеке Который Будет Отвечать За Организацию Ну Чтобы Ту комнату Где будут Собираться Христиане Чтобы Ее Подмести И Приготовить Хлеб И Вино Для того Чтобы Оно Было В общем И все Ну И еще Наверное Возглавить Эту самую Молитву Христиан Модерировать По сути дела Модерировать Эту самую Молитву Понимаете Но Более того Более того В следующей Буквально Фразе Он Говорит О том Что Вот Этот Человек И называют Его Уже Здесь Теперь Епископом Ну В 20 Столетии Конечно Многие Исследователи Историки Церкви Обращали Внимание На то Что Для Той Эпохи Для того Контекста Никакой Разницы Между Епископом И пресвитером Нету И да Действительно Это один и тот же Человек Разные Способы Назвать Одно и то же Одного и того же Человека С одной Стороны С другой Стороны Но он же Все-таки Что-то Имеет В виду Когда Использует Разные Слова И по Видимому Здесь Важна Вот какая вещь Теоретически Римское Общество Было Довольно Тоталитарно Конечно же Римское Государство Пыталось Проявлять Свою Власть Простирать Свою Власть В самые Разные Области Жизни И в политику И в экономику И в религию И отчасти В семейную В частную Жизнь Это все Так И с этой точки Снения Мы знаем Что Для Римского Общества Были Возможны Только Крайне Ограниченное Число Дозволенных Религиозных Культов К ним Относились Культ Собственно Римский В первую очередь Римских Богов Ну Греческих Для удобства С ними Отождествили И в этом смысле Все было просто Ну и кроме этого Они допускали Еще только Религии Древние Как например Иудейскую Все остальное В конце Минус первого И в первом Столетии Скорее По политическим Чем по Религиозным Причинам Стало Называться Недозволенными Религиями Столкнувшись Пару раз За Столетия Предшествующие Написанию Этого Текста Столкнувшись Пару раз С разными Тем что мы Теперь называем Деструктивными Культами Всякими Мистическими Религиозными Мистическими Течениями Характеризовавшимися С точки зрения Римского Обыча Неприличными Вещами Там Уравниванием Рабов В положении Или Какими-то Неприличными Возлияниями И Соответственно Прочими Значит Дионистическими Культами Ну и Просто Неприличностями Которые Ниже Пояса Вот Совсем Этим Плюс Еще Обнаружив Что Люди Которые Этим Чужеземным Недозволенным Религиям Поклоняются Часто Оказываются Либо Иностранными Агентами То есть Попросту Говорят Шпионами Партии Либо Нелояльными Людьми Замышляющими Нехорошее По поводу Государственной Власти Ну в конце Концов Вот к середине Первого Столетия Уже Утвердилась В римской Жизни Практика Запрещать Селигиозные Культы Кроме Строго Ограниченного Списка Да Ну вот Они не пользовались Термином Традиционной Религии Как мы Но в принципе Речь ровно О том же Самом И кроме Того Гораздо Внимательнее И последовательнее Они запрещали Тоже Как мы Теперь говорим Горизонтальную Структурированность Общества Сообщества Профессиональные Коллеги Часто Оказывались Под запретом Хотя не всегда Там Какие-нибудь Еще Клубы По интересам Опять-таки Потому что Все это Часто Было связано С некоторой Нелояльностью Нелояльностью И Это одна Сторона Дела На практике Ну жизнь Невозможно Загнать В такие Нелепые И жесткие Рамки Поэтому Конечно же Строгость Древнеримских Законов Компенсируется Необязательностью Их исполнения Поэтому Там Конечно Существовали Коллеги Как правило Нерелигиозные Ну скажем Там Те же Погребальные Или Некоторые Профессиональные Коллеги Вот Или Связанные С каким-нибудь Там Местным Культом И так далее И тому подобное Ну невозможно Нереально Запретить Это все Даже В таком Патриархальном И прозрачном Обществе Как римское Это невозможно Контролировать Никак Поэтому конечно Коллеги были И конечно Власть Не тратила Силы На то Чтобы со всем Этим Бороться За исключением Каких-нибудь Редких Периодов Когда Там Приливной Волной Набегали Какие-нибудь Гонения На землячество Или еще Какие-нибудь Коллеги Ну конечно Они были Кроме того Действительно В разное время С разной степенью Нетерпимости Чем полоумнее Оказывался Римский император Тем жестче Он пытался Контролировать Вот эту Вот Независящую От императора Жизнь Общества И Там Какие-нибудь Нероны Каллигула Достигали Многого На этом пути Другие Нет Короче говоря В реально Существующих Общественных Объединениях Коллегиях Граждан Или Группах Граждан Групп по интересам Тогдашние Власти Глядя на Существование Этих групп Сквозь пальцы В общем Хотели Видеть Некого Человека Который Будет Ответственным Который Будет Дело Возглавлять Потому что Ну что такое Там Вот коллегия Погребальная Какого-то Места Ну ты же не будешь Всю коллегию Ты же не будешь Разговаривать С политбюро Оно Безликое Из Многих Людей Поэтому Они настаивали Они Это римские Власти Что Должен Будь Лидер Не Столько Руководитель Сколько Отвечающий За Если Там Коллегия Оказалась Замешана В чем-то Нехорошем Чтобы Можно Было Так Сказать Вот Схватить Ее Лидера В этом Собственно И есть Функция Пресвитера И особенно Епископа Почему Павел Здесь И говорит Переходит К разговору О епископе Он говорит Я тебе Значит Поручаю Чтобы ты Доделал Недоделанное А именно Поставил Старейшин По всем Городам В христианское Общение Как я тебе Велел Вот И Это Должны Быть Нормальные Люди Нормальные Люди Пресвитеры Старейшин Должен быть Безупречен Женат На единственной Женщине Дети Должны быть Верные Неповинные В распущенности Или Своеволии И дальше Он называет Этого Человека Епископом Того С кого У властей Будет Спрос У властей Не у Бога Понимаете Позднейшие Христиане Особенно По окончании Эпохи Гонений Придумали Что Пресвитер И епископ Перед Богом Отвечает За этих Людей Нет Эти люди Христиане Сами За себя Перед Богом Отвечают А вот Эта Публика Старейшины Смотрящие Они Отвечают Перед Властью Перед Окружающим Миром Обществом Не обязательно Там Именно Централизованной Вертикальной Властью Вот Но В то же Время Конечно же Они имеют Определенный Авторитет И Значение В жизни Своей Крохотной Христианской Общинки Поэтому Апостол Говорит Что Ну Не ставь Кого попало Не ставь Кого попало Потому что Если уж Да Человек Несет Такую Ответственность Это должен быть Человек Порядочный Неукоряемый Да Неукоряемый В распутстве Непорочный Как Божий Домостроитель Да Выбирая из тех Кому привычны Не дерзость Гнев Пьянство Драки И бесчестная Нажива А доброжелательность Благоразумие Справедливость Чистота И умеренность Ну вот Собственно Это По видимо Основная Задача Которую Апостол Преследует Создавая Это самое Послание Он пишет Тимофею Давай Ставь Ставь Старейшин Только выбери Нормальных Порядочных Людей Чтобы это Были Не какие-то Там Алкаши Или Напыщенные Гордецы Или уж Тем более Драчуны И пьяницы Да А порядочных Людей Потому что Община Это Некоторый Аналог Аналог Семьи И поэтому Ну как люди Управляют Своим Домом Если могут Управлять Мирно И эффективно Ну вот Пусть и Общиной Руководят Собственно Ведь поражает На самом деле Простота И обыкновенность Этих требований Павел Требует Чтобы Ну во-первых Было по семье Видно Как человек Живет И что он Из себя Представляет Ну уж Ладно Без сарказма Обойдемся Не будем Говорить о том Что Несемейный Человек Поэтому Тех Вообще Не может Занимать Никакого Руководящего Положения Крестьянской Общине Сегодня Повторю Звучит Сарказм Мы не будем Этого Говорить Вот Но Просто Порядочный Человек Он не Говорит А Птица Высокого Духовного Полета Он не Говорит А старейшина А старейшина Пусть Будет Наделен Даром Пророчества Нет А Старейшина Пусть Будет Наделен Даром Чудотворения Нет А Пусть Он Будет Высокодуховным Старцем Да Нет Нет Не надо Этого Ничего Вообще Не имеет Отношения К делу И все Что мы Называем Духовностью С нездешней Силой Не имеет Отношения К делу Ты должен Быть Порядочный Человек Без Вредных Привычек Как мы Бы Теперь Сказали И Строящий Жизнь Своей Собственной Семьи В мире В Достоинстве И Непорочности Вот Что По-настоящему Важно Так Что Присвитерам Тех Времен Не Надо Было Отращивать Бороду До Щиколотки И Изображать Из себя Каких-то Страшных Подвижников Нет Нет Вот Про Другую Речь Совершенно Другая Какая-то Жизнь Оказывается Крестьянской Общины Вовсе Не В Лицезрении Света В конце Туннеля Не В Мистических Озарениях Да Для Которые Нужны Великие Духовные Подвижники А в Очень Простой Обыкновенной Жизни И Говоря Дальше О Этих Самых Старейшинах Смотрителях Павел Говорит Ну Вот Главное Только Чтобы У него Было В голове Верное Слово Да Здравое Учение Как выражается Наш Синодальный Перевод Он Должен держаться Истинного Слова Чтобы Быть Способным Наставлять В Здравом Учении И обличать Противящихся Наставлять В Здравом Учении Апостол Судя по всему Видит Вообще Разнообразие Мнений В котором Существуют Христиане Весьма Широким Но он Говорит Что среди Этого Есть Некоторые Учения Здравые Все Что-то Есть И Нездравое Где-то По бокам Но вот Есть Здравое Учение Об Иисусе Христе Вот Человек Который Будет Занимать Такое Положение Ответственное Ответственное За Христианскую Общину Вот он Должен Придерживаться Здравого Учения Разбираться В нем И быть Способным В нем Наставить И дальше Ну вот Он не удерживается Автор Конечно Не удерживается Он говорит Ну ты же понимаешь Какое количество Бултунов Слушайте Там общины То крохотные Откуда Там Много Непокорных Пустословов Обманщиков Особенно Изобрезанных Скорее всего Павел Имеет Ввиду Непокорных Пустословов И обманщиков Изобрезанных Которые Внутри Христианской Общины Тех Которые Вокруг Если бы На Крите Или В Риме Или в любом Другом Городе Великой Римской Империи Существовала Газета Бесплатных Объявлений Как у нас Сейчас То можно Было бы Открыть Какую-нибудь Последнюю Или предпоследнюю Страницу И там Бы тоже Мы увидели Потомственное Ворожея С авторами Или что-то Там Кто Какие-то Отведу С глаз Приведу Порчу Ну вот Эта вот Вся Пилиберта Которую Мы С вами Видим В большом Количестве Потому что Ну вот Уже Теперь Не только В газетках Это Лет 30 Назад Было В газетках Какие-то Гадалки Астрологи Да И прочее Ну и теперь Уже И в интернете Да и в телевизоре То же самое Вот так вот Там бы было Ровно То же самое Ровно То же самое Что у нас У нас Тоже есть Люди Которые Там Пытаются Здравое Учение Нести А есть Вот эта Вот Вся Пена Псевдорелигиозная Околорелигиозная Квазирелигиозная Культы Секты Течения Ясновидящие Гадалки Колдуны Экстрасенсы Вот Все Вот это Вот Да Прости Господи Ерунда Вот Об этом Павел Говорит Что Ну Вокруг Вокруг Христиан Каждый Через Ну Ладно Не каждый Через Одного Пытаются Заработать Пару Динариев На Религиозной Пропаганде Оболванивая Кого Попало И вот Поэтому Он говорит Что Да Много Болтунов Обманщиков Особенно Среди Обрезанных Кто Учит Чему Не следует Все Ради Бесчестной Наживы То есть Ради Пары Монет Истолковывает Иудейский Закон Объясняет Как Нужно Ему Следовать Так Чтобы И себя Особо Не Ущемить При этом Не чувствует Себя Виноватым Такой Иудаизм Лайт Можно Было Бо Сказать Вот Павел Говорит В этом Безбрежном Море Мусора Нам Нужны В общинах Такие Ответственные Люди Которые Смогут Всему Этому Противостоять И Отличать Здравые Учения И Затыкать Рот Болтунам И Обманщикам Вот Поэтому Говорит Апостол Павел Титу Обличает Все Это Строго Чтобы Они Были Здравы В Вере Здравы В Вере Страшно Важная Вещь Понимаете Вот То Что Православные Аскетики Называется Словом Трезвение Некоторая Здравомыслие В Вере Рациональность Если Назвать Вещь Своими Именами А вот К этому Призывает Павел И За Это Он Призывает Бороться Тита И Тех Людей Кого Тит Поставит Епископами И Смотрителями Чтобы Обратить К Здравой Вере Людей Не Внимая Иудейским Басням И Вот Всякой Прочей Ерунде Он Говорит О Требованиях Людей Которые Отвернулись От истины И по-видимому Судя по Конструкции Фразы Мысли Речь идет О Толкователях Иудейского Закона Для Всех Не только Для Иудеев Но для Празелитов Вообще Для Язычников Чего можно Чего нельзя Список Чего можно Чего нельзя Православные Чудеса Надоедало Иудейской Мысли Это Чисто Это Не Чисто Это Можно Это Не Можно И вот Только Об этом Там О Боге О молитве О спасении Не знаю О вере Ни слова Ни полслова Только вот Можно ли Причащаться Если у тебя Из зуба Кровь течет Вот О таких Формах Псевдорелигии Ну или Религии Но псевдоверы Здесь Павел И пишет Это все Не про жизнь Это все Нездравые Учения Для чистых Все чисто И он Называет Чистым Человеческое Сердце Которое Любит Бога Которое Любит Бога Вот Это По-настоящему Имеет Значение А Если Делами Мы Отрекаемся От Этой Любви От Верности Богу Ну вот Тогда Оказывается Что Все Остальное Разваливается В Прах Дел recon Смыт Дело Небosse Дело В Смыт 하고 Это К Дело Продолжение следует...